Привет-привет, всем привет. О, кстати, да, напишите регионы, кто откуда. Не видно и не слышно, пишет кто-то. Но если многие напишут, что не видно и не слышно, значит, у нас проблема. А если не многие, то у вас Челябинск. Класс. Челябинск спит же уже давно, по идее. Привет всем. В принципе, все слышно, все видно. В принципе, все слышно. Все видно. Чуть-чуть хвостить камеру. Я буду здесь помогать. Я буду здесь помогать. Тем, кто не знает, это мой муж Дмитрий. Все, что у нас есть, мы создаем вместе. Непонятно, кто кому помогает еще. Я, наверное, даже больше помогатель. Коста-Рика, у боги. Коста-Рика, сколько у вас там времени? Класс. Окей, давайте приступим к вебинару. Чтобы сильно не затягивать. Запись вебинара будет доступна. Мы выложим на нашем YouTube-канале. И сейчас посмотрим, чтобы нас было видно. И вебинар будет проходить где-то полтора часа по таймингам. Рассчитывайте. Все мы понимаем после рабочего дня. И мы тоже. И мы тоже после рабочего дня. Мы тоже уставшие. И Лена, у нее сейчас идут курсы. И под аванс. И я так весь день ногу говорю и улыбаюсь, что у меня еще и болят уже. Поэтому, если вдруг я такая повисну лицом, не обращайте внимание, все нормально. Всем привет, кто только подключился. Окей. Давайте, наверное, начнем узнать из чего. Напишите, пожалуйста. Мне интересно, кто уже практикующий мастер, а кто только планирует пройти обучение. Если вы практикующий мастер, напишите, сколько времени вы в этой профессии. Ну, если единичное не слышу и не вижу, надо, значит, что-то поковырять в вашем компьютере или интернете. Планирую. Прикольно. Я думала, что все больше опытных. Кстати, для тех, кто только планирует, это будет прям крайне полезный вебинар. Чтобы понять, повыбирать. Онлайн. А где вы обучаетесь онлайн? А, Екатерина. Екатерина. Постоянный смотритель наших всех трансляций. Она делала у нас в Москве. Брою. Помню. Окей. Всех видно, всех слышно. Давайте перейдем к первому слайду. Я сразу скажу, что я не специалист в татуаже. Я здесь больше как техническая поддержка. И мы вебинары проводим крайне редко. Ну, кстати, планируем теперь это делать постоянно. Мы упустили на какое-то время, да? Мы делали вебинары, но прекратили. Это требует достаточно подготовки. Вы видите, здесь свет есть. Чтобы нас подзапариться с платформой. Более того, мы хотели сделать... С качественной классной камерой. С качественной картинкой, да. Но, к сожалению, у нас не получилось. В следующий раз, следующий вебинар уже будет с хорошим оборудованием. Да. Окей. Как будет проходить вебинар? Сейчас немножко о спикере, наверное. Расскажешь о себе. Может быть, кто-то не знает по какой-то причине. Ну, меня зовут Елена Нечаева. Я мастер татуажа. Учитель. Наверное, даже сейчас больше учитель. Работаю я в этой сфере в районе восьми лет, да? Я все считаю. Меня спрашивают каждый раз. Я забываю, сколько же я лет. Потому что я, на самом деле, в годах не считаю. Я считаю в количестве процедур, в количестве обученных мною людей, специалистов, которые работают. Поэтому, ну, где-то в районе, наверное, семи-восьми лет. Я художник по образованию, наверное, поэтому для меня все это довольно просто. И я, кстати, ну, мое образование художественное, в том числе я преподаватель. Поэтому, может быть, поэтому я учила. Вот. У нас сеть студий и школ. И я обучила очень большое количество мастеров. Учу я как будто для себя. Каждый раз страдаю, переживаю вместе с мастерами. Учу так, чтобы действительно получалось. И я сторонник того, чтобы была практика, чтобы было много практики. В теории у нас тоже много. Дистанционное обучение. Все это мы внедряли постепенно по этапам. Давай расскажешь про историю, чтобы было немного понятно, как ты стала мастером. И вообще про то выключили. Сообщи с самого начала. Ну да. Расскажи мне. Это для того, чтобы понимать, как построилась карьера. Что можно из любого стать мастером. Ну, я на самом деле перепробовала много профессий. Самые крайние мои перед тем, как я начала заниматься перманентным макияжем, это я работала дизайнером. Дизайнером мебели. И до этого я даже, хоть я и атеист, но было время, когда я писала иконы, расписывала церковь и под куполами сидела. Такой опыт у меня тоже был. То есть я художник-график и живописец одновременно. Очень хороший, но нескромно. И давно уже не работаю художником. Конечно, художником тоже. После декретного отпуска я мучилась, как и многие, наверное, женщины в моем возрасте. На прошлую работу не хотелось, чего-то нового хотелось, чего не знала, не понимала. По совету моего мужа-друга я решила попробовать, поизучала. Ну, честно говоря, я подошла довольно серьезно. Я, наверное, целый год изучала на всяких форумах такую изнанку этой профессии. И поехала уже такая, как мне казалось, подготовленная. Но на деле мое обучение было так себе. Короче, я прошла весь тот путь, который многие мастера проходят. Обучение было недовольно, работать было тяжело, постоянно экспериментировала. Буквально, наверное, месяца через три я поняла, что я уже... Вот это вот копошение просто в коже мне немножко надоело. И я взяла себе первого мастера на работу. И там через год, да, примерно, мы уже открыли еще одну студию в Ростове-на-Дону, потом Москва. У нас было максимальное количество студий девять в разных городах. Те, кто на меня подписан, наверное, знают историю, которая у нас произошла с нашими партнерами. Часть отвалилась. Сейчас у нас, получается, четыре города и пять студий. Пять городов и шесть студий. Пять городов и шесть студий. Мы на днях открываем еще одну студию в Краснодаре. Сейчас там заканчивается ремонт. Ну, вот такой путь. И планы наши, мы устремлены на переезд. Ну, не в прям скором будущем, но собираемся. А в Соединенные Штаты Америки, да, я сейчас учу язык. Да, это отдельная тема. Это отдельная больная. Сейчас открыт филиал в Москве, там действует школа, поэтому если вы планируете там обучение, то это можно будет сделать там. По программе вебинара мы попытались полтора часа вместить невмещаемое. То есть, ну, очень много, большой объем информации. Конечно, мы по части пройдемся поверхностно. Часть информации нигде не публиковалась до этого. Это базовые знания в эскизе. Вы сами видите на баннере. Поиск симметрии, колористика, работа с портфолио, как выбрать школу татуажей, как продвигать себя в Инстаграм. Наверное, сейчас для мастера татуажа основной инструмент продвижения – это Инстаграм. Да. Ну, много информации есть в открытом доступе, мы поделимся тем, что у нас тоже есть. Окей. Так, это опыт о создателе. По базовым навыкам в эскизе мы коснулись только бровей здесь, потому что вместить невмещаемое, наверное, очень сложно. Полтора часа. Все хотят спать. У всех есть время. И мы… Ну, я вкратце расскажу. Сейчас вы сами понимаете, взять и рассказать, научить, как рисовать правильный эскиз. Ну, невозможно, я делаю это постоянно в трансляциях, рассказываю, показываю. Тем не менее, это сложно, и это одна из таких основных сложностей даже у тех, кто уже понял, как вносить в кожу пигмент. Это эскиз. Я все обещаю, но никак не вывалю на всеобщее, так сказать, обозрение наши критерии. То есть я разработала уже где-то в районе двух лет назад серию критериев, по которым оцениваются работы внутри нашей сети. Все работы абсолютно всех наших мастеров. Но эти критерии созданы не только для оценки. Они очень… Если вы понимаете, о чем речь, и ими пользоваться, очень легко строить любую, в принципе, форму и на бровях, и на веках, и на губах. Я отталкивалась от того, от геометрии, то есть любая форма, в принципе, даже несмотря на то, что мы на круглом лице рисуем, это простые геометрические фигуры. Если уметь пользоваться нашими критериями, то получается довольно легко и просто строить любой эскиз на любой зоне. Конечно, там много тонкостей и на веках, и на глазах, как пользоваться даже руками просто во время построения эскиза. Мы планируем сделать отдельный курс, который посвящен эскизу дистанционной. Вы можете его пройти. Там мы упакуем все наши знания, которые касаются эскиза. И поэтапно, развернуто, мы покажем, как строить эскиз без ошибок. Как делать так, чтобы он не стерся во время процедуры, не смылся, не случайно движения. Как его, в принципе, строят на разных типах лиц, на разных, боже мой, на разных бровях даже, потому что есть брови, которые не мешают, а есть брови, которые настолько рельефные, настолько тяжело на них что-то рисовать. Ну, мастера сталкивались, новичкам, наверное, просто безумно все это сложно, непонятно, потому что информации очень много в интернете по поводу визажа. Но визаж классический, когда тебе замазали штукатуркой лицой и нарисовали новое, это совершенно другое, это совершенно другое от перманентного визажа в перманентном макияже. Другие правила и, естественно, критерии. Сложно без художественного образования, но возможно, вполне возможно. Ну, у нас сейчас лучший мастер в Краснодаре, она без художественного образования делает прекрасные работы. Ну, давайте перейдем, наверное, к слайду, собственно говоря. Скорее, дуфотку. С морозвачным лицом. Ну, вот, допустим, здесь, да, здесь основные типы лиц нарисованы, естественно, есть миллион пограничных, но каждому из этих типов лиц, в принципе, нужна своя форма. Описывать каждое лицо? Интересно? Очень-негуч. Мне вот интересно, как не специалисту, как, допустим, какие брови не идут к треугольному лицу, например. Ну, я скажу, я, наверное, тогда пробегусь по всем. Вот, допустим, первое лицо классическое овальное, ему подойдут практически любые брови, классика. Там мы отталкиваемся от того, что растет, но это обычное самое простое лицо. Вот дальше пошли сложные, вытянутое овальное очень, то есть вот оно вытянутое в длину, вы такие лица замечали, оно очень странное. Обычно у них и вот такие вытянутые вверх брови, и глаза опущены часто бывают, и такой тонкий нос, и такие губы, и все такое вот так, как будто взяли и растянули вверх. Такому лицу, конечно, нужно что-то, что растянет его немного в ширину. То есть брови, подчеркнуто, идущие вверх, ну, совсем нельзя делать, то есть либо прямые, либо такие раскидистые. И там же надо раздвигать и глаза. То есть вот лицо, наоборот, широкое, круглое. Как раздвигать глаза? Раздвигать глаза? Я всегда так говорю, такими смешными фразами. Раздвигать глаза – это значит переносить акцент на внешние уголки. То есть если все у нас узко, в центр сдвинуто, то максимально, насколько возможно, насколько глаз позволяет. То есть выносить границы бровей влево? Это называется переносить акценты. То есть не выносить бы границы бровей, это сейчас как профан такой вопрос. Нет, это значит, что надо нарисовать бровь, которая, ну, вот максимально у нее, допустим, либо излом перенесен, и он мягкий. То есть не домиком, не дугой, чтобы ближе к виску это все уходило. Если это кровь, чтобы, не можно, а нужно, чтобы вот от этой круглости, от ширины в районе глаз уйти, если это вот квадратное лицо, то тоже приподнятые брови, можно и полукруглые, но они должны идти вверх, чтобы ни в коем случае вот такими прямыми линиями эту всю квадратность и параллельность линий не усугубить. Ну, я рассказываю, мне это кажется очевидным, я могу что-то пропускать. Это не очевидно. Да, это не очевидно для многих людей, кто не занимался перманентным макияжем. По каждому типу лиц мы снимем видео. Вот прям реально мы найдем модель с такими лицами всеми. Треугольное лицо, ну, что-то мягкое, потому что если лицо в рубленной форме, такие, как называют фотографы, это мне Сергей недавно называл это лицо, такое оно рубленное. Вот чаще всего у них такие ярко выраженные скулы, какие-то такие узкие подбородки, то есть брови должны быть мягкими. Ну, получается, что мы должны форму лица менять при помощи бровей. То есть я сейчас, если начну, мы на этом и закончим. Почему? А, то есть на этом спорте. Очень много, да, говорить можно. Там просто еще же и про каждую зону. И, конечно, каждый раз мы привязаны к растительности на лице, потому что это не визаж, и нарисовать новое лицо мы не можем, а сохранить максимум своих волосков, допустим, нужно. Поэтому такие пироги. Давай переходите дальше, да? Сюда или сюда? Нет, нет, вот это следующее слайд. Ребенок и муж не дает сосредоточиться. Мы своих отправили детей, они, возможно, скоро тоже набегут. Так как вот этот вебинар у нас, как он называется? Как стать быстро? Да, ну, он написан. Начать зарабатывать, да? Я хочу сделать акцент на важности фотографирования. Вот у вас есть два варианта фото, которые вы должны делать. Это одно, это когда вы делаете фото для себя, чтобы оценить свою работу, чтобы оценить форму, симметрию. То есть он такой беспрекрасный. Там клиент может быть даже некрасивым каким-то, но зато вашу работу четко видно и хорошо. Это и макро, это и портретное, чтобы вы могли посмотреть, как зажили ваши брови, там, веки губ на коррекцию, когда пришел ваш клиент. То есть, когда ваш клиент пришел через месяц, вы поднимаете работы, сделанные месяц назад и смотрите. Ага, вот здесь было пятно, так, все, я поняла, вот здесь вот я заглубилась. То есть вот эти все особенности. А второй вариант – это когда вы делаете художественное фото. Художественное фото – это боль вообще многих мастеров, ко мне приезжает их очень много на обучение. И фотографируют все, ну, просто какие-то безумные вещи, подчеркивают некрасивость клиента, если он не прям там божественная какая-то красавица, какие-то дефекты лица. И свою работу даже хорошую фотографируют так, что, ну, блин, такую не выставить, и на нее не придет другой клиент. Поэтому, я думаю, кстати, надо же еще и это видео тоже надо будет снять. Да, столько надо всего снять. Поэтому, да, фото – это очень важная часть. А я хотел бы добавить здесь техническую сторону еще. Мы делаем в месяц, ну, много процедур в студиях делается, может быть, несколько тысяч в месяц мы делаем. И возникает вопрос контроля качества. У нас интегрирован контроль качества процедур. Там есть критерии внутренние, это отдельная тема. Это есть внутренний рейтинг мастеров. И для них, где хранить эти фотографии? И каким образом получать ссылки на, ну, если клиент вам вернулся через месяц на коррекцию? Мы сначала делали Excel-файл. В Excel-файл грузили фотографии. Потом, когда он стал огромный и невозможно было ничего сделать, все зависало, мы вынуждены были купить Google-диск пространство, добавлять фотографии туда, в Excel-файл и отдавать ссылки на эти фото. Как добавлять ссылку в Excel-файл, здесь ничего сложного нет. Поэтому можете загуглить. Мы сейчас с сочетанием клавиш Ctrl-K, Ctrl-K. Вы добавляете теперь ссылку. Это очень поможет вам в дальнейшем, для того, чтобы понимать, что было у клиента. Часто приходят клиенты и говорят, вот, вы меня все испортили, у меня все плохо. Ой, прикол в том, что это будет полезно тем, кто еще не работал, они не сталкивались с этим. Иногда даже во время эскиза они уже такие считают, то есть ты эскиз нарисовал, она думает, что она уже почти такая и пришла. А на деле, когда ты показываешь, что пришло, что получилось, они такие, ааа, и все, и уже много проблем решено. Да, это защитит вас, как мастера, от негатива потенциального клиента. Ну, клиенты очень часто именно неадекватны в формате оценки собственной внешности. То есть они думали, реально через месяц думают, что у них было намного... Нет, нет, они думают, что было намного лучше, а вы им все испортили. И когда она приходит к старому татуажу, например, вы пытаетесь сделать обновление и исправить корректами то, что есть, вы просто показываете клиенту это фото. Поэтому важно, чтобы перед процедурой вы делали нехудожественное... Ну, половина... Нехудожественное тебя сбило? Да, ты сбила меня. Нехудожественное нужно сделать, чтобы было некрасиво, но понятно. Да. И вторая часть фотографий – это фотографии, которые... Можно будут продавать. Да, которые будут продавать, потому что в основном, конечно, люди покупают именно, смотря на ваши фотографии. Не знаю, как у вас, но у нас, по крайней мере, так. Ну, я думаю, у вас тоже. Да, у всех так, конечно. Окей. Снятие запроса у клиента. Очень часто я вижу, как мастер с клиентом спорят, или ученик с клиентом спорит, прям уже напрягается, уже такие вены на шее. Я подхожу выяснять, и я понимаю, что люди спорят друг к другу, пытаясь доказать одно и то. Это так смешно. Просто говорить надо на одном языке, максимально простыми фразами с клиентом. И линия, если прямая, то она прямая. Об этом и говорить. И вы должны узнать, чего хочет. Иногда клиент не может объяснить. Вот она говорит, я хочу такую изогнутую грибонию, то вот как у вас. А у вас вот такая просто прямая бровь. Очень часто приводят пример. Ну, возможно, надо держать несколько фотографий каких-нибудь знаменитостей с кардинально разными формами. Может, вам это поможет, если сложно общаться с клиентом. Просто вы показываете, говорите, такая-такая-такая. Она говорит, а, вот такая. И потом вы уже пытаетесь. То есть нельзя сказать клиенту, что он на твоем лице, потому что у тебя совершенно не такое. Вы просто пытаетесь примерно приблизиться по форме, выбранной клиентом, к тому, что есть. Потому что, опять повторюсь, визаж в татуаже – это не визаж обычный. Как снимать запрос? Выясняете, чего хочет, если вы не поняли. Ну, обычными простыми фразами. Ширину спрашивайте, насколько она должна быть длинной, насколько она должна быть, не знаю, приподнятой или изогнутой. Потому что иногда клиент приходит с четким пониманием, чего он хочет. Я хочу прямые брови. Окей. Рисую максимально прямые из того, что возможно на этом лице. Либо я хочу вот такие прям очень сильно задранные уголок. Когда клиент такой, ну, я тогда говорю, все, спасибо, я не дальше. То есть он сомневается, я просто беру карандаш и рисую за него то, что он, на мой взгляд, максимально подходит и вообще возможно нарисовать на его лице. Рисую обязательно одну бровь, рисую обязательно бровь сложную. Сложная бровь для меня, как для правши, это какая? Вот это. Правая. Правая бровь клиента. Почему? Потому что чаще всего, вот процентов у 90, наверное, людей, она ниже. И когда я рисую, я закрываю лицо рукой. То есть я набрасываю ее, почти не видя лица, отходя постоянно. И вторую бровь я рисую уже, видя лицо. А, там много слайдов на эту тему всяких. Слайды видны, они меняются, ребят? Ну, про построение скиза, да, там можно говорить бесконечно. Сейчас начну меня не остановить. Так, презентацию менять, следующий слайд. Сейчас, секунду. Разберусь. Сейчас, секунду. Да, я не могу понять. А меня вообще слышно, если я продолжу говорить? И видно? По машинкам у меня тут вот вылезло. По машинкам я скажу так, что я могу работать на любой практически машинке, которую... Вот ко мне студенты постоянно приезжают со своими любимыми. Иногда они работают на наших, иногда они работают на своих, потому что им надо будет ей работать дома. Вот стрелочек, видишь? Ну, ты, вот стрелочек у нас, если можно менять. Ты закончил по машинкам. Любимых машинок у меня нету. Мы работаем сейчас китайскими машинками. В принципе, мне кажется, что все китайские, китайско-тайваньско-корейские, даже которые как бы сделаны... Они без шнура умеют работать, мне это нравится, не мешают они. И их SFF, XCF, простите, для волосков. Это пока что мои любимые. У нас был опыт использования дорогих машинок. И Биотек был куплен, и НТМ. Ну, это тема отдельная. У меня целый склад машинок. Я перестала, честно говоря, их сейчас скупать. Одно время мне казалось, что где-то живет идеальная машинка, но я перепробовала такое количество уже и татуировочных, и татуажных, и дорогущих, и средней цены, ценовой категории. Особенно разницы не вижу. Я искренне считаю, что основное – это в руках, в технике все. Окей. Острый миски, с вами. Давай дальше. Ну, я думаю, что для большинства работающих мастеров вот эти точки не секрет, они по ним ориентируются. Но я вижу, что люди, которые приезжают ко мне, они не пользуются ими. Вот самые простые вот эти критериальные точки – две в головке, две в изломе и одна в хвосте. Если вы будете строить брови левую и правую… Давай кардиноту, можно перебью. Мы долго мучились, как оцифровать красоту, как сделать стандарты, качества. Я помню, мы летели из какого-то путешествия, следы. Я сказал, давай сделаем критерии. То есть давай оцифруем и сделаем так, чтобы мы могли сказать, это хорошее, а вот это плохое. Она мне сразу сказала, что это невозможно. В итоге мы долго думали, год мне примерно мы их прописывали. И пришли в итоге к геометрии. То есть вот конкретно бровь, у меня техническое образование, я инженер. Мы, я помню, сидели, я говорю, ну вот у тебя фигура геометрическая бровь, у меня есть точки. А, А1, Б, Б, 1, С. Понятно, что все сложнее, там сложные изгибы, радиусы и так далее. Их тоже можно отдельно коснуться в описании. Скажу проще. Вот эти прямые линии на лице с собой создают сложные изгибы и радиусы. Если не вырисовывать изначально какие-то полукруглые брови сложной формы, то вот такая самая простая классическая форма с тем или иным наклоном головки, толщиной, длиной и так далее. В итоге на лице эти брови смотрятся мягко, натурально и всем нравятся. Ну вот координаты. Вы начинайте, я имею в виду, чтобы они обращали внимание, как эти точки начинаются, потому что мы постоянно их будем использовать и в критериях постоянно используют. Другая бровь. Иногда видео, да. А другая бровь, какие там точки называются? То есть АА1, Б, Б, Б. Они зеркальны, брови зеркальны. То есть у нас есть линия горизонта, которая выстраивается через зрачки или внешние уголки глаз, кто как любит. Ну вот линия горизонта. И вот я так вкратце скажу, по вертикали все одноименные точки, должны находиться на одинаковом расстоянии, примерно плюс-минус там миллиметр, конечно, мы симметричные. И по горизонтали, по отношению к оси, к осевой вот этой. Нет, вот это вертикаль. А по горизонтали все точки тоже должны находиться одноименные, на одинаковом расстоянии. Вот если вы это вот прям поймете, это как я когда училась на права, я вдруг поняла, что просто во все левые слева, во все правые справа. Во все, я больше не знаю. Что такое вовсе левые? Нет, ну понятно, что... То есть когда я поворачиваю налево, я должна с максимально левого, я не могу там через два ряда вывернуть. И все. А все остальное не важно. Я ее же ни разу в аварии не могу. Все впереди. Координаты есть? Ну, направление хвостов мы проверяем. Ну, это там просто без... Я сейчас как начну рассказывать, не остановлюсь. Ну, оцениваем объем работы, что давай. Объем работы оцениваем. Ну, я за то, чтобы сохранять максимально растительность, насколько это возможно, но если завалены хвосты безумной формы, то их надо убрать. Иначе то, что мы делаем, это бессмысленно. Потому что я много раз видела татуаж, который просто обводил свою бровь некрасивой формы, ее подчеркивал, делал еще ярче и еще некрасивее лицо. Поэтому объем работы... Ну, объем работы всегда примерно одинаков на самом деле. Просто объем работы может быть щипание волосков, потому что иногда надо убрать, а иногда нам максимально... Расскажи, когда можно убирать такие волоски, а какие волоски нельзя убирать? Ну, допустим, если здесь, может быть, есть даже не мастера, а клиенты или начинающие мастера, я никогда не трогаю волоски по верхней линии бровей. Никогда. В теле брови волоски, они неприкосновенные. Даже если они собой где-то местами создают дугу, если они идут в тело брови, вы не можете их трогать, потому что ваша бровь станет плешивой, и вы замучаетесь ее прокрашивать, ну, чтобы она выглядела такой красивой и однородной. Если это вдруг пушковые волоски, которые вот на лбу, вот туда и наверх, конечно, можно очистить зону, чтобы не рисовать, чтобы не было тяжело рисовать. И заваленные хвосты, я их очень не люблю, я всегда стараюсь максимально приподнять, как и все хорошие мастера, я уверена, но поднимать их в ущерб, то есть есть крайности, когда просто нормальность, вполне брови берут и удаляют, задирают черти куда, на висок, на лоб, бровь туда, где не было никогда растительности, ну, я это тоже не приветствую и не учу так делать своих мастеров и учеников, ищем грани. Окей. Ну, а симметрия, я уже много сказала, надо было леснуть тогда, когда я говорю о симметрии. Ну, расскажи мне, потому что я что-то не понял, может быть. Как искать симметрию? Симметрия – это нахождение вот этих всех точек по горизонтали в одной плоскости и по вертикали от горизонтальной линии, которая проходит через внешние уголки глаз. Если хвосты несимметричны? Друг с другом? Да, друг с другом. Что делать? Как выводить? Обычно я вполне справляюсь, даже если они достаточно, ну, они у всех несимметричны на деле. Обычно левая бровь у всех чуть-чуть выше. Вот вообще, в принципе, вот так две половинки лица относительно друг друга съехавшие, видимо, там как раз об этом. И у кого-то сильнее, у кого-то слабее, но вот на левой стороне бровь вся выше, и я захватываю ее и чуть-чуть по нижнему краю прохожу. А на правой, наоборот, она ниже, и, соответственно, я работаю в зоне пушковых волос и приподнимаю, насколько возможно, чтобы выровнять симметрию. А можно сделать идеальную симметрию на кривых бровях? Или удалить полностью бровь и нарисовать новых? Ну, я сталкивалась с таким пару раз, может быть, и там настолько была прям кошмарная симметрия, что приходилось убирать. Но я и противница. На самом деле почти всегда можно сохранить свою растительность. Короче, в комментариях очень часто клиенты пишут, брови разные, брови разные, брови разные. Часто это действительно из-за того, что возникают проблемы у мастера симметрии, но часто это также из-за того, что мастер стремится сохранить максимум своих волосков. Тут есть такая тонкая грань, которую надо научиться видеть и с этим работать. Искать площадку для нахождения бровей. Очень часто я вижу клиентов, которые приходят на переделки, у которых брови не на месте. Есть такая анатомическая площадка, на которой бровь должна быть расположена. То есть вот мы когда двигаем бровями, вы, может быть, на себе можете посмотреть. Это прям площадка, на которой нету морщин почти всегда. Все морщины горизонтальные, вот если они есть на виске, они вокруг проходят. То есть вот мы на ней работаем. Как границы бровей определять? И зачем этот свайк? То есть линия границы бровей? Тоже это все относительно. Есть вот здесь ямка. Если вообще нет растительности, вот просто полностью лысые брови. Вот здесь ямка есть и начало светлого канала, глаза. По нему вертикаль. Я никогда не ориентируюсь на нос, потому что я встречала носы совершенно разного размера. И вот такие узики. И тогда мне пришлось бы рисовать брови почти рядом друг с другом. И очень широкие. Это значило мне бы развести их слишком сильно. А там, где широкий нос, обычно и широкое лицо. И это было бы прям странно смотрелось. Поэтому, ну, такая относительная получается начало брови. Вот это, где вот эта ямка. Видно у меня, интересно? Вот у него вот ямка. Вот здесь вот она находится. И в районе этой ямки у вас начинается дымчатая воздушная часть головки. Если у клиента ботокс и застыла вообще верхняя часть лица, и это делается постоянно, то вы можете определить вот таким способом. Под излом предполагаемый ставите палец и чуть-чуть приподнимаете. У вас вот эта вся площадка становится тоже видна. Потом я тоже, может, по визику примените, если, смотрите. Если я рисую, я всегда рисую эскиз вот так, поднимаясь вверх до пушковых волос. Вот здесь я поднимаю пальцем в изломе. И у меня четко становится видно вот это разделение хвоста и тела брови. Я рисую всегда вверх до излома. И прям вниз рисую от излома, захватывая. Ну, вот к хвосте. Захватывая, получается, практически все волоски. И у меня тогда есть точка, где линия меняет направление. Я прям ее хорошо вижу, я могу замерить, понимаете? Я могу вот так вот примерно сказать. Верхняя часть тела брови у меня одинаковая, нижняя часть тела одинаковая или тоже. Может быть, вам это пригодится. Ну, конечно, всяких фишечек много, обо всех не расскажешь. Ну, центровка, тоже, наверное, новичкам только это будет интересно. Центровка, я использую вот этот треугольник. Вообще, в общем и целом, это лицо как форму. Не как вот просто такой нос, глаза, там все по деталям, а просто форму лица и насколько оно симметрично, несимметрично, какая у него форма. Лисуйте обязательно, одев шапочку, чтобы было видно лоб, чтобы вы... Я постоянно поправляю мастеров, когда сидит клиент, у него вот здесь вот шапочка, прямо над бровями. И он там рисует какие-то непонятные брови, непонятно, они вообще подойдут этому лицу или нет. Я ответила себе на центровке. Вот эта часть, то есть вы как бы в общем визуально делите лицо пополам и ставите черточку вот на этой вот части треугольник, не обращая внимания на нос, потому что нос почти всегда в ту или иную сторону смотрит у клиента и... То есть надо ставить, получается, на середину основания треугольника? Я считаю этой частью вот не межбровное пространство, потому что там часто нащипают, вообще непонятно ничего, а вот именно как бы ниже бровей треугольник между глаз. Вот эта часть, я ее кривой видела, ну, может, раз и два за все свое время на макияже. Ограничения. Ну, я о них говорила уже, то есть в зоне роста волосков максимально, чтобы их сохранить, и не выходя на лоб туда, где никогда не росли волосы, это неправильно. Нанесение эскизы. Ну, там, наверное, где-то и средства для нанесения эскизы. Да, средства ниже, да, есть. Да, я сразу о них скажу. Я люблю рисовать очень сухими карандашами. Давай мы уже вернемся к нему. Ну, то есть про нанесение эскизы. Когда я не привыкну. Да, рабочие зоны. Рабочие зоны. Ну, я сейчас об этом всем говорила. Рабочие зоны, вот про брови. Я как бы... У меня есть такая привычка, я когда начинаю говорить вот об одном, я начинаю скакать, чтобы более объемно рассказать. Как фиксировать эскиз? Фиксировать эскиз. Вот сейчас у меня, допустим, учится на курсе студентка любой. Она приехала со своим способом фиксации эскизы. Ну, любой имеет право на существование. Это гелевая ручка, которая очень плохо, либо почти не смывается, либо смывается зеленым мылом, там, панцеллярной водой. То есть если вы нарисовали эскиз, то вы можете поставить маленькие точки. Я не советую вам рисовать прям сплошную линию, потому что очень часто она мешает сделать такой красивый плавный градиент. Она как какая-то полоса и мешает, пятном смотрится. Поэтому несколько точек по телу брови, по хвосту определить основные, особенно если вы начинаете, вам это может помочь. Почему гелевая ручка вы найдете? Вы просто берите гелевые ручки в обычном канцелярском магазине, на себе рисуете и спустя пару минут пытаетесь их стереть водичкой. Вот те, которые сотрутся, они вам пригодятся, причем сотрутся, знаете, как одним движением. Они вам пригодятся для того, чтобы в процессе работы подрисовывать эскиз микробрашем, там уже когда зона стерильности, когда вы не можете ручкой лезть и это делать. То есть вы просто помакали в это красящее вещество и подрисовали микробрашем, как по мастерам. А та ручка, которая не сотрется, вот она прям въелась, не стирается, ее можно использовать для фиксации эскиза. То есть вы точками для себя отмечаете, чтобы не потерять его в работе, потому что не все мастера сразу понимают, как вносить в кожу пигмент прям четко и не терять эскиз в процессе, а строят эскиз часами, поэтому его жалко очень потерять. Ну, вот такой способ. Мы еще используем белый водостойкий карандаш. Он стирается проще, следов не оставляет совсем. Водостойкий карандаш, в принципе, вы выбираете точно так же. Любимой фирмы у меня нету. Вы покупаете, вернее, приходите в магазин, берете все, какие есть, рисуете на себе, запоминаете, где какие нарисовали. Тоже через пару минут просто берете, пытаетесь водой смыть. Один из них обязательно останется вообще прям с четкой и нетронутой границей. Вот это ваше счастье. Вы его берете, используете на веках, на губах. Любят мастера использовать, обводить. Вот, наверное, на своднике. Посмотри, что там написано. Фиксирующая пудра. Хорошая штука в арсенале мастера. Вы, нарисовав идеальный эскиз губ, допустим, или теней, или бровей, можете зафиксировать, еще и не обводя, ну, в принципе, мои мастера работают так, а просто фиксирующей пудрой. Нанесли, потом стерли излишки, и у вас остается ваша нарисованная бровь, и ее можно трогать. То есть вы ее не сотрете любым движением, как если это был бы просто карандаш. Полезная, хорошая штука. Ну, и на губах в том числе. Карандаши, как я уже говорила, самые сухие из возможных. Я ими рисую очень легко, так, чтобы они выглядели, как тень, полупрозрачно. Пытаюсь мастеров своих отучить, они любят поярчить. Поярчить? Да. Но я люблю рисовать полупрозрачно, так, чтобы клиент на себя глянул и сам себе понравился. Он никогда себе не понравится, если у него нарисована такая рамочка гелевой ручкой или карандашом, или половина карандаша, что аж выпуклый такой эскиз. Где приобретесь? А фиксирующая пудра вы придете в обычный магазин косметики, спрашиваете фиксирующую пудру. Она не для татуажа, она вообще для того, чтобы, может, вы видели женщин с очень яркой такой красной шикарной помадой, с четкими границами, и они ходят с ней там полдня. То есть вот это при помощи фиксирующей пудры. Она наносится, убирается излишки, и все держится. Как выбрать карандаш? Я объяснила. Мицеллярная вода, ее знают все женщины, о ней нет смысла говорить. Просто чтобы подтирать эскиз ватной палочке, мицеллярная вода, кто-то пользуется зубочистками, на них наматывает микроватки, чтобы подтирать детали. Я обхожусь с самыми простыми средствами. Чем прозрачно нарисован ваш эскиз, тем проще его подтирать. Для чего ватные диски? Для того, чтобы снимать косметику? Нет? Да, и смывать, и в процессе тоже смывать. Так, у нас уже 40 минут, и колористика пришла. Колористика. Ну-ка, ребята и девчата, кто тут у нас есть? Напишите, что вы видите на этих картинках. Мне прямо интересно. Я вкратце писала. Если кто-то ничего не видит, пусть напишет. Да, напишите просто, что на первой, на второй картинке вы видите. Писала у себя на страничке, маленькие статейки на тему колористики, как я вижу. И есть вот такой вот метод определения. Да, молодцы. Сейчас вкратце скажу. У нас в глазу есть колбочки, которые видят цвет. И их количество у всех разное. Вот у него их может быть, я сейчас навру, я количество, не знаю, там миллионами наверняка исчисляется. У него там их три миллиона, у меня двенадцать. Ну, смотрите, девятка не у тебя. Да, и мы видим цвета по-разному. Основные самые яркие мы видим, но, допустим, те оттенки, которые разберет мой глаз, не разберет его. Это не дефект, это норма. То есть это вариант нормы. Есть, конечно, вы знаете, дальтоники, есть животные, которые вообще в черно-белом свете видят. Вот у нас очень такой широкий спектр, но есть животные, которые видят больше, чем мы, ярче и дальше и так далее. И вы можете качнуть вот такие тесты, их много. Тест Рапкина, по-моему, называется. Там очень большое количество вот этих всяких картинок на определение, какое количество цветов вы видите. Я к чему об этом вообще даже договариваю? К тому, что когда приходит клиент и говорит, я хочу коралловые губы, и вы ему показываете коралловый цвет, который вы считаете коралловым, он говорит, нет, это морковный, алло, гараж. Ну и так далее. То есть мы видим по-разному, и с клиентом в том числе очень важно выяснить, о каком цвете вы говорите. То есть есть много приколюк таких в интернете. Я видела среди мастеров, когда там серый такой теплый, но холодный, графитовый, но там, конечно, такая длинная фигня. О том, как клиент объясняет, какой он хочет оттенок бровей получить. Очень над тем, конечно, тоже можно говорить бесконечно. Я считаю, вот это мое мнение, что очень много зависит от толщины кожи. Наша кожа – это фильтр. Давай мы вернемся к этому позже. Пока расскажи про хроматические, хроматические цвета. И все? Про колористику? Нет, там дальше же будет фильтры и так далее. Ну, смотрите, хроматические цвета и ахроматические цвета – это черно-белые и цветные. Ну, тут все просто. То есть мы в основном говорим, конечно… А зачем они нам нужны? Да просто, чтобы знать, что такие слова существуют. Тут у вас же, в принципе, это не особо. Это, знаете, если вы начнете углубляться прямо вот в дебри колористики вообще, в принципе… Сейчас, секундочку. Ну, это не так уж важно в нашей теме. То есть это уже из области художества. Вот эта табличка важная. Их много в интернете тоже. То есть вот эти первичные цвета… Вообще, что такое первичные цвета? Это цвета, которые невозможно получить путем смешивания. Вот они вот такие в природе существуют, а все остальные, вот абсолютно все, множество остальных оттенков, это цвета, которые можно получить, смешивая вот между собой вот эти… Цвета есть как телевизор в каком-нибудь теле… В детстве все присматривались. То есть у нас телевизор состоит из пикселей. И вот эти пиксели – красные, желтые и синие. Только, да. И в итоге эта картинка цветная, потрясающая, которую наши глаза видят. Ну, верни назад, может, там прокаливайся. Давай, ты можешь сама. Давай, у тебя ручки есть. Даже не смай. Вот. А там нету более такой суровой? Вот смотрите, на самом деле, а вот сегодня, если кто-то смотрел мою трансляцию, у нас клиентка с такими зелеными глазами, она говорила, мне зеленым помажьте сверху, чтобы мои глаза зеленели еще зеленее. На самом деле, это бы погасило ее глаза. И когда мастера делают в тон радужки, допустим, тени на веках, я недоумеваю, если честно, потому что более яркий цвет, более красивый какой-то, чем глаза, он гасит радужку. А нам надо ее выделить. А выделяется это при помощи вот противоположных. И тут не видно мою стрелочку. То есть вот напротив зеленого, условно, оранжево-красный, фиолетовый. Конечно, оранжево-красный никто на века не полезет, но вот фиолетовым или коричневым зеленую радужку выделить можно отлично. И просто вы смотрите, такой круг качаете себе, распечатываете, вешаете, может, в кабинете, чтобы помнить, потому что в голове не удержишь, миллион оттенков. И просто противоположный. Это либо цвет нейтрализатор, если вы хотите откорректировать, допустим, какой-то непонятный. Там есть дальше слайд. Есть, да? Когда подкорректируйте. Ну, тогда, если оттяните и выделить, то противоположный цвет. Что такое противоположное? Это которое в круге напротив. А, окей. Скачайте цветовой круг, распечатайте на цветом принтере и подглядывайте, если у вас с колористикой, как и у меня. Все плохо. Если вы художник. Ну, вот смотри, Катерина пишет, что мужчина видит 4 оттенка, а женщина... Я думаю, что это сексизм. Да, 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 да. Так, что там дальше? Оттенки кожи. Вот это вот вообще прям бесконечно емкая тема. Где вы живете? Вот мы живем в России. У нас такие бело-розово-желто-зеленоватые, все в общем и целом светлые. В зависимости, конечно, от региона вашего обитания. Вот когда мы переедем в Америку, прям жду не дождусь, там, конечно, будет просто невероятное количество оттенков кожи. Я никогда не работала на оттенках кожи смуглее, чем, не знаю, наша вот какая-нибудь аддейская девушка. Но мне не повезло. Ну, вот смуглые, конечно, были женщины, но темнокожих, прям коричневокожих, или откровенно желтые, или каких-то, я не работала с такими. Но вы должны понимать, что кожа – это фильтр. Вот я опять вернулась к этому. Там будет дальше свайп, да? Чем тоньше кожа, чем она белее, тем меньше она искажает пигмент. Вот так. Все просто. Все просто и сложно в то же время. Оттенки кожи бывают теплые и холодные, бывают еще и плюс цветотипы. Ну, так себе слайд. Тут куча дорожков. Ну, этот слайд… Я помогал составлять презентацию, и этот слайд должен показать сочетание цветов. Ну, как создаются цвета. Да, я поняла. Это надо было чуть выше перед кожей. Создаются цвета. Вы можете просто… Если вам это интересно, если вы мастер, вы можете купить обычные краски, сидеть их и смешивать на досуге. Поэтому… Поэтому… Такие пироги смешивайте на палитре. Теплые и холодные оттенки – это важная часть. Теплые и холодные во всех оттенках есть теплые и холодные. Они… Ой, во всех цветах. Теплые и холодные оттенки. Они теплые и холодные даже по отношению друг к другу. То есть коричневые бывают теплые и холодные. И каждый из них может быть теплее и холоднее, чем там какой-либо. По-моему, они существуют только у оранжевого, как бы холодного оттенка. Но оранжевый, если взять, он тоже есть по отношению друг к другу. Теплые и холодные на самом деле. Ну, я это четко вижу. Поэтому скажите мне, слева или справа теплые цвета вот на этой табличке? Лево или право? Пишите. Делай крови на черной коже. У меня, к сожалению, я в конце, может быть, поотвечаю на вопросы. Сейчас пробежимся по всей трансляции, трансляции, потому что... А, нет, не так, щелкаю, да? Слева, 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 молодцы. Друг у друга только не списывайте. Так, основа у каждого цвета. Вот с этим. Выбор готового пигмента. Тоже целая тема кошмарная. Смотрите, вот я для себя определилась. Мы уже много лет работаем на татуировочных миксах. Если кто-то не знает, я их много лет делала сама капельно во время процедуры. Учила мастеров. Я спустя, не знаю, может быть, год... Я помню вот это, когда вот так мне пришло, когда мастер смешивает оранжево-красный и такой тоже алый, очень теплый красный между собой. Я говорю, какой цвет нужен в итоге? И она мне показывает такой холодный розовый. Я понимаю, что все, это фиаско. Надо просто делать готовые, учить людей капельно смешивать цвета из миллиона там баночек. Это прям утопия. К этому же пришли многие другие мастера. Сейчас много людей продают свои миксы. У нас очень простые говорящие цвета. Давай, проверим. Все в порядке со звуком? Напишите про звук, пожалуйста, чтобы я в холостую не говорила, то я уже охрипла к вечеру. Нормально, слышно? Все слышно? Нормально? Все окей? Хорошо, отлично. Отлично, преотлично. О чем я говорила? Ну и вот я пришла со временем к тому, что надо просто давать готовые, ну и инструкцию, как пользоваться. Я для себя делю на теплый, холодный каштан и рыжий каштан. Он идет местами как корректор, местами как самостоятельный цвет, потому что иногда приходят такие прям рыжие женщины, редко, но метко. И теплые и холодные русы на деле. Все. Я вообще-то искренне считаю, что можно работать практически двумя цветами. Просто от концентрации зависит яркость, насыщенность и как будут выглядеть. Как выбирать готовый пигмент? Брой. Как выбирать? Если брать, допустим, огромные линейки, такие как у Биотека, у этих всех пигментов перманентных, надо, естественно, само собой пользоваться таблицей, которую предоставляет производитель, потому что там этот миллион оттенков, он создан для очень большого количества кож, потому что они продают на весь мир и они должны учесть и американские кожи темные, и желтый потон, и коричневый, и розовый, красноватый, короче, всякие разные. Поэтому, выбирая из их линейки, вы подбираете примерно подходящие под описанием вашего ореола обитания, то есть на ваших клиентов, которые вас, людей, окружают. Потом вы можете, вот как нарисовано на ватном диске, на мокром, я любила это делать на белой раковине, вот так, налить воды и капать пигмент, естественно, в толтап его, и он, расплываясь, дает вам понять, какая у него основа. Очень часто видно, особенно, знаете, на ватном диске это видно в виде дымки, которая расплывается, то есть желтая основа или красная основа, или бывает какая-то такая аж с серинкой, с фиолетовинкой основа. Прям, ну, если вы этого не делаете, проведите эксперимент, запись будет, да. И на раковине, потому что, когда все смывается, прям вот видно иногда на некоторых очень красивых пигментах, видно, что там малиновый цвет, и такая, ох, все, там в помойку, малиновый мне не нужен, либо его надо сразу нейтрализовать оттенком, там, желтым каким-нибудь, зеленым, чтобы малиновый, этот ушел с малиновой, это тот, который я прям вот не люблю перекрывать, и, не дай бог, он там останется. Тут очень все сложно, почему? Потому что, кроме того, что какая основа, у каждого производителя пигменты, у которых своя светостойкость, понимаете? Поэтому, допустим, у Биотека, я сейчас говорю, ну, или Биотача, вот я наблюдала после Биотача, очень малиновые красные брови, у них светостойкие пигменты красные именно, то есть они теплят чем-то таким вот, что они разрушаются холодные, остаются красные. То есть вы должны знать, как этот пигмент себя ведет. Просто я повела себя неправильно в самом начале, потому что я была не подкована в этом, а учитель, еще повторюсь, была откровенно так себе. Я купила все существующие на тот момент линейки. Это сожрало мой бюджет. Помнишь, у меня была такая батарея всего? И я их мешала между собой. Я просто потом со временем я поняла, что надо работать сначала чистыми пигментами, как советует производитель, и смотреть, как они заживают. И, естественно, я размывала, смотрела, выбирала. Я сейчас поняла со временем, что самые безопасные – это пигменты с желтой основой. Если вы видите красную, ну, либо очень осторожно, либо лучше в сторонках оставлять. Красная – это, знаете, как сейчас что-нибудь есть у меня. Вот, смотрите, какая штука. Видно, нет? То есть вот это такая малиновая основа. У меня, к сожалению, нету с собой сейчас. То есть желто-оранжевые основы пигментов, они достаточно безопасны. Я в плане того, что если вдруг даже они помевать или остаток будет спустя год слишком теплый, он будет желто-оранжевый, его легко перекрыть. А вот малиновые всегда получаются грязными, когда вы перекрываете, они получаются как будто асфальтово, серого, некрасивого цвета. Поэтому такие пигменты я сразу из глаз долой, из сердца вон. По поводу тату-миксов, там вопрос был. Чем отличаются тату-миксы от перманентных? Концентрации. Вот одно слово. Концентрации. Потому что мастера татуировки, если бы начали работать над нашими перманентными пигментами, они бы сдернулись, клиенты бы от них сбежали, потому что не прокрасить некачественно, ни градиент не дает ничего, потому что перманентные пигменты – это загустители какие-то там, куча каких-то добавок, и в итоге вы работаете такой густой кашицей, вам кажется, что он все концентрировано, а на деле остаток маленький. Зачем они такие тогда, по твоему мнению? Единственный, который вижу я плюс в этом, это то, что новичкам проще не испортить, потому что он может там, ну, там, барашками всякой звездочками фигней понарисовать, там бровь она будет яркая, а остаток будет процентов 20, все, клиент спасен. Потому что если это сделать с высоко концентрированными пигментами, там останется вся эта катавасия в виде звездочек и барашков, как до сих пор учат некоторые мастера, такой же вот яркой, пятнистой. Пермаблент хороший пигмент? Вы знаете, вот я несколько раз пыталась уйти от наших миксов, скупала все новые линейки Вельвета, Аквы, просто Аквы, Пермаблент у меня стоит пылиться. Если вы не можете работать татуировочными, то по концентрации они близки к ним, потому что производитель тоже, фирма, которая производит татуировочные пигменты, у них концентрация, конечно, выше, чем у других перманентных. Их хвалят многие мастера, я видела остатки неплохие, но переходить на них смысла не будет. Скажи, вот сейчас у тебя потенциальные мастера, либо уже действующие мастера, либо люди, которые только прошли обучение. Как им выбрать пигмент, чтобы не испортить клиенту лицо, свою репутацию, и при этом не лопатывать огромные шкафы, грузить эти пигменты лопатами в эти шкафы, чтобы не потратить много денег. То есть там был вопрос, можно ли покупать наши пигменты. Мы какое-то время назад запрещали продажу пигментов наших на сторону, потому что не обучившиеся мастера могут такого натворить татуировочными миксами, потом будут говорить, нет, я работал вот этим миксом. Поэтому они только после обучения. Сейчас вроде бы мы продаем, но мы... Просто мы одни из первых начали работать татуировочными, и мы, мне кажется, первыми начали говорить об этом. Все стеснялись этого, да? Все стеснялись, скрывали, знаете, как делали, выставят вот так батарею баночек каких-нибудь красивеньких, а их уже закончили, либо вылили, налили в них те же самые миксы, и скромно ваяют работы, которые невозможно сделать перманентными пигментами, даже более того, являются дилерами этих пигментов перманентных, а сами из кармашка достают и капают татуировочными. Я знаю таких историй про многих известных мастеров, не знаю, сейчас эти мастера уже выпускают свои пигменты. Там на той стороне 170 человек. Я издалека. Давай. Я к тому, что сейчас очень много мастеров уже работают татуировочными пигментами, ими учат, и если вы даже купили миксы татуировочными, то я вам советую просто сильнее их разводить, чтобы ими можно было работать. А чем разводить? Разводят их обычной водой для инъекции стерильной вот в таких маленьких одноразовых капсулах. Кобочка. От тебя хочу добавить, что я, наверное, отвечаю в компании больше за маркетинг, я изучаю маркетинг, рынки, продажи и прочее. Мы не зарабатываем особо на этих пигментах, это не является нашим основным источником дохода, и мы особо не продвигаем. Мы зарабатываем больше на розницу, у нас сеть, мы делаем бизнес, да. Сейчас огромное количество, вот сейчас там появился мастер, он выпускает свои пигменты. Появился снова мастер, он выпускает свои пигменты, говорит, что это авторский микс. При этом, ну, я не буду называть имен, но часть из этих мастеров работала в студии, и они используют как раз-таки наши старые миксы, не всегда идеальные, потому что всегда идет поиск решения, как сделать так, чтобы этот микс сделать лучше. За это отвечает Лена, она постоянно экспериментирует. Сняю постоянно. Да, то есть мы никогда не довольны своими пигментами. И более того, я хотел бы сразу вам сказать, чтобы вы розовые очки сняли, не бывает идеальных пигментов. Просто не бывает. Когда я смотрю на кучу мастеров, которые расхваливают свои пигменты, то есть это бизнес, и им надо их продать, они вещают, что цвета не меняются, уходят идеально, там все равно все татуировочные пигменты уходят через слегка серый. Некоторые очень такие затепленные, степленные желтые, вот типа теплого русого, они могут просто побледнеть. Очень яркие, скорее всего, будут уходить бледнее и немножко серее. Это норма для татуировочных пигментов, потому что у них разрушается быстрее всего красный оттенок. Вот и все. Как разводить пигмент? Хорошие вопросы. Как понять пропорции? Ну, я работаю, мои мастера работают в пропорции где-то 8-2. 8 пигмента, 2 воды. Чем вы неопытнее, чем больше воды, тем безопаснее работать будет. Я знаю, мы продаем, может, это неправильно, мы продаем неразбавленные пигменты. Мы концентрированные пигменты. Мы продаем наши пигменты, то есть они реально концентрированные. То есть покупая вот этот пузыречек, вы понимаете, должны, что вы покупаете вот такой пузыречек, если его разбавить. А все мастера их разбавляют. Я не знаю, это хорошо или плохо. Разбавить можно же самостоятельно. Мне кажется, что разбавлять самостоятельно это один из лучших выходов, потому что когда-то вам нужна более концентрация высокая, испарять же, ты не будешь из пузырька. А что тиннель? Если тиннель, тиннель, я не знаю, что это. Ну, это какие-то пигменты из Казахстана, от какого-то мастера. Это те же самые. Скорее. Я могу, я их даже в руках не держала, я не скажу вам. Я не знаю, кто производитель, честно говоря. Я устала пробовать эти бесконечно возникающие новые бренды, а потом оказывается, что он то из Украины выплыл, то из Казахстана, то из России откуда-нибудь назвали, импортным именем, и еще и брешут, что... Сколько стоит на наши пигменты? Ну, там от полутора до тысяч, по-моему, рублей. Это зависит от закупки цветов разных. Вот вопрос интересный. Говорят, что перманентных сияний не плывучий, а в татуировочных окисляется. Еще татуировочные сушат губы. Вот тут я вам отвечу. Есть слой клеток, есть глубина определенная, где клетки делиться начинают. И особенно это на губах актуально, потому что губы, они и так всегда сохнут. Вот у меня проблема, у меня всегда губы, я их делу, они сухие, хотя у меня нету вообще татуажа на губах, ни разу не делала. И есть слой, где клетки делятся, и вот эта зона отвечает как бы за увлажнение, за несухость кожи, если она здоровая, все нормально. И чем больше любого пигмента, татуировочный, перманентный, помадный прокрас, почему я их не люблю, вот эти все плотные прокрасы, чем больше его там, тем меньше возможности условно у этих клеток жить нормальной жизнью, понимаете? Поэтому я за то, чтобы брать яркий цвет и класть его прозрачно, на любой зоне. То есть пока вы новичок, конечно, разбавляйте водой, покупайте какие-то пигменты там пожиже и кладите поплотнее, вы учитесь. Но когда вы станете опытным, опытным мастером, яркий пигмент и минимальное его количество в коже, то есть можно достигнуть яркости двумя способами. Очень-очень много положив пигмента в кожу, светлого, да, ну достаточно такого светлого, либо взяв яркий, положив его прозрачно. Поэтому я за это. И про что еще там? Осинеет цвет. От глубины. Открою вам Америку. От глубины. Чем вы глубже поработали, тем холоднее он выглядит. Вот и все. Других вариантов нет. Ну, о пигментах мы рассказали. Покажу. Вот стоит у тебя пигмент. Да я сейчас дома. Ну, вот пигмент. Вот такая баночка, 15 миллилитров. Можно купить его по адресу pigment-shop.ru латинскими буквами. Но как бы мы еще раз используем это скорее, наверное, для внутренних заказов и работы с учениками. То есть мы даже рекламу настроили на этот магазин. Вот такие мы предприниматели. Мы иногда работаем, а иногда не работаем. Нет, просто это вопрос фокуса. И мы фокусируемся на продукте, а не на оборудовании или на пигментах. Мы делаем хорошо, стараемся делать хорошо то, что представляет из себя твердую часть этого бизнеса. Это работы и обучение. Пигмента. На этой баночке хватит. Но чтобы вы понимали, опытный мастер может использовать 4-5 капель на довольно широкие брови. На сотни процентов хватит. И там намного хватит. Как корректировать ошибки? Вопрос или... Ну, это слайд. Корректировать. А, ну вот, смотрите. Вот здесь больше делений и больше цветов. То есть есть еще больше делений. Сейчас пришли брови нормальной формы, но странного оттенка, допустим, какого-то синеватого, там фиолетоватого, такие странные приходят, когда очень старый татуаж какой-то и вам надо его откорректировать. Либо если вы где-то загубились и цвет приобрел, ну, вот местами нормально, местами не нравится, вам вот загубились, ушли глубже, то просто смотрите на тот, который противоположный. Тут и концентрацию можно подобрать примерно, и сам оттенок. Если у вас там, не знаю, есть ахристые какие-то пигменты, что в разных линейках они по-разному называются, там кто-то тыквой, там песком называют, ну, много названий у разных фирм, вы просто смотрите на цвет. Если, есть красно, такие красно-коричневые кирпичные корректоры, есть желтые, если вам нужен какой-то пограничный, вы их можете между собой смешать, то есть прям берите, распечатывайте табличку, прислоняйте к брови условно, и выбирайте цвет противоположный, чтобы откорректировать то, что у вас есть, и еще немножко учтите толщину кожи и цвет кожи. То есть если вам нужно корректировать жёлт, ну, допустим, такими жёлтыми, песочными оттенками, перед вами очень какая-то тёплая жёлтая кожа, то, ну, с осторожностью, чтобы не переборщить, как-то так же и со всеми оттенками. То есть, ну, опять про типы кожи, там просто говорить, не переговорить. Мы подготовим отдельный курс, который будет называться «Колористика». Это действительно надолго. А по поводу колористики, которую дают на конференции, можете обратно связь какую-то дать? То есть есть люди, которые говорят, а мы вам сейчас поможем, вот, растирайте на ваточке, вот, есть куча фильтров, прикладывайте, профит. Я не верю, кто-то доволен. Вы знаете, я видела мастеров, которые проходили, были в восторге, как продолжали ваять фигню какую-то, лекарственные, некачественные, так продолжают. Поэтому я не вижу, чтобы это прямо так работало. Я сама не видела этой, ну, я не училась у этих специалистов, поэтому, а сама программа ничего не могу сказать. пришел человек вот со смуглой кожей или, допустим, азиал, или холодные оттенки, холодные, теплые оттенки кожи, вы по фильтрам же видели, что это такое, ну, по презентации. Как подобрать к нему пигмент? Вы смотрите на толщину кожи. Как ее определить? Толщину кожи можно определить, ну, женщины вообще, в принципе, это просто, это как ее определить? Ну, я не знаю, я хочу научиться, допустим, процедуру. Ну, толщина кожи, вот если трогаешь лицо в районе брови, вот у меня она не толстая кожа моя, она вот прямо вот такая щепотка берется, легко тоненько, тоненько, то есть вот, как условно на запястье руки, а у тебя она другая, вот она толстая, защипота, то есть как в другом каком-то месте. Толщину кожи вы определяете, ну, примерно так, то есть, посмотрев, пощупать, тонкая-толстая, если она тонкая и светлая, то вы можете, ну, холодная, это значит голубизна, условно, а теплая, это значит такая персиково-желтоватая такая какая-то. Это же не очевидно все это, такие нюансы. Если вы видите фиолетоватые, такие малиноватые оттенки, это холодная кожа. Иногда она выглядит такой теплой, женщина, допустим, сидит, а кожа прям холодная, это видно, то есть у нее цветотип теплый, волосы там, цвет голова, а кожа прям холодная, и вы, получается, на этой холодной коже, конечно, должны будете работать теплыми максимально пигментами. Теплые, это значит желто-оранжевая. Азиатская кожа, это теплый? Азиатская кожа тоже разная бывает, там нету, то есть она и бывает такая прям беленькая, бывает прям желтая, очень разная, еще огромное количество. Ну вот пришел, например, к тебе азиат, или азиатка, вот, тебе нужно, почему, толщина кожи. больше холодная, еще и плотная. Подожди, я определила глубину кожи, что дальше? Ну то есть ты, окей, у меня толстая кожа, и, например, холодная азиатка, что делать дальше? Кожа у нее смуглая все равно. Знаю, я сразу понимаю, что я буду работать довольно глубоко, то есть слой кожи над моим пигментом будет больше, чем у других людей. Это значит, уже из-за этого только я выбираю более теплый пигмент, более теплый, потому что, еще раз повторяю, миллион раз повторял, потому что, чем вы глубже, тем холоднее оттенок кожи, оттенок пигмента выглядит. Это как под водой, чем глубже под водой, тем вот эта поверхность, как бы линза, как линза, не знаю, этот слой фильтра, он отсекает теплые все оттенки, то есть нет красного на глубине в 30 метров. То же самое, чем вы глубже, тем холоднее, прям аж синеватым будет выглядеть любой цвет. А если пришла блондинка с тонкой кожей, то ты берешь цвет тогда не теплый, а похолоднее? Если пришла блондинка, светлая прям очень, вот допустим, если вы живете где-то в Финляндии или в Эстонии, там кожи белые, тонкие, они не загорают, такие кожи практически всегда сгорают, краснеют, эти люди даже не пытаются загорать. То есть у них фильтр кожи прям тонкий, то есть как пакетик, как он прозрачный, то есть какой бы вы цвет ни положили, там уже зависит от запросов клиента. Вы будете работать все равно максимально поверхностно, иначе вы уйдете глубоку, иначе вы заглубитесь просто. И ваш цвет претерпит минимальное искажение, поэтому там обсуждается, блондинки тоже разные, она может хочет ярко, там, ну, то есть погрешность, погрешность на глубину, если толстая, если тонкая кожа, не делать, то есть брать более холодный пигмент. Нет, почему? Ну, если у тебя глубина толстая кожа, ты работаешь глубоко, надо брать более теплую. Давай так, блондинки могут быть очень теплые, песочные, и ледяные, серые вообще, вот, и пожелания у них соответствующие. Если тонкая кожа, и она вся такая холодная, серая, и хочет серые брови, то с учетом толщины ее кожи, потому что даже у белокожи блондинки может быть вот такая толстая кожа, как пятка на ноге у меня. Они разные совершенно. С учетом глубины кожи я беру, если она холодная, кожа толстая, то я беру чуть более теплый пигмент, чем она хочет, потому что заживет она более холодная. Смотри, резюмирую. Получается, что на фактор выбора пигмента, оттенка пигмента, влияет два фактора. Это на выбор. Это толщина кожи и ее оттенок. На фактор выбора пигмента влияет фактор номер один, цветотип клиента. Окей, это холодная, теплая зима, лето и прочее. Да, именно это. Пограничных, куча кашель, красок на волосах, все, цветотип клиента, толщина кожи его, и что ты там еще назвал? Цветотип, и все, толщина кожи, ну и пожелания, по яркости. Цветотип, это значит, мы выбираем в принципе подходящий ему. На бровях это почти всегда не актуально, потому что мы под цвет волос подбираем. Очень актуальны это губы и тени на веках, под цветотип, когда мы работаем. Толщина кожи, это фильтр. Короче, мы угробим очень много времени для того, чтобы создать отдельный курс колористика, где все это разобрать по шагам, по рецептам, и постараемся дать вам так, чтобы вы не мучились. Вот вы взяли, и у вас походу получается, вот раз ты такие вопросы задаешь, ты не понимаешь, и раз ты их задаешь, получается, просто надо опять дать готовые рецепты, то есть блондинки, брюнетки рыжие, условно. Холодные блондинки. И да, и там подтикли. Холодные блондинки с толстой кожей. Да, именно так. Я сейчас это прям понимаю. У тебя люди спрашивают, требуется ли корректор добавлять в нашу бюнетку? Если вы... Нет, я за чистые цвета. То есть вы должны, во-первых, понять и отследить, как они заживают, во-вторых, у вас есть, по сути, знаете, как два цветотипа, если уж так брать, холодные, и теплые. Нейтральные, это те, кому идет там все, что они хотят. Нейтральным можно все делать. Корректор не добавлять. И вы должны понять, как они заживают, да, и есть у нас в русых и в каштановых. Это то есть светлые, темные, холодные, теплые. Зачем корректоры, если они названия говорящие? Другое дело, если вы прям поняли в процессе, что вы накосячили, заблубились, и надо прям сразу корректором, у вас нет лазера, в таких случаях корректоры, конечно, нужны. Но если вы новичок, вы будете, конечно, заглубляться. Про портфолио и про наше портфолио отдельно. Мы в самом начале, почему отчасти мы стали успешными, мы не пожалели денег и стали использовать профессиональную фототехнику и свет для того, чтобы фотографировать результаты работы. Сейчас мы используем ту же самую фототехнику и свет для того, чтобы отправлять на аудит отдела качества работы, они не попадают в публичный доступ, потому что современные телефоны, они снимают, они творят чудеса, просто чудеса. Мы отдельно можно поговорить про фейстюны, про... Есть куча программ, в которых можно делать всякие чудесные чудеса с вашими работами, даже не с работами, это не очень хорошо, а с лицами клиентов, чтобы они выглядели симпатично и так далее. Да, я единственную рекомендацию от себя скажу, вот если вы потому что мы раз в год, раз в два года, наверное, меняем телефоны в студиях, то есть у мастеров есть корпоративные телефоны, которые они используют для портфолио, и сейчас это флагманские телефоны Samsung. Apple тоже делает прекрасные камеры, у них тоже отличная с ним, классная фотография. Поэтому у нас это Samsung, потому что он более функционален, но конкретно у нас в студии S80 сейчас, по-моему. Но не экономьте на этом, потому что это то, что будет вас продавать. То есть вообще, если резюмировать, для того, чтобы сделать хороший снимок, вам нужно две вещи. Первое – это хороший телефон, качественный, и второе – это лампа лупа, которая позволит вам создавать некрасивые... Ой, лампа кольцевая, простите. Это как бы фотошоп для лица. Вот так вот преподносишь к себе и сам себе нравишься. Лампы лупы тоже бывают разные, лампы кольцевого света. Мы тоже на этом не экономим, покупаем с возможностью регулировки тепла и холода. Это тоже может потребоваться, потому что иногда ты смотришь, работа вроде хорошая, а само лицо как в гроб кладут, кладут как будто. То есть оно такое синее или желтое, наоборот, как китайское, если у вас чисто теплые светодиоды. Поэтому на некоторых лицах нужна регулировка тепло-холодно. Есть общие правила? Ну, наверное, расскажи о них. Это про фото, такие маленькие муковки просто. Общие правила? Ну, клиент должен сам себе нравиться, если он вдруг себя увидит у вас в портфолио. Чтобы он себе нравился, наверняка вы все видели фотографии корейской девушки, которая вот так себя снимает и вот так себя снимает. У него такая ряха снизу и красотка, она сверху. То есть снимайте всегда немножко сверху. Если вы снимаете лежа, то как бы со стороны глаз, скажем вам, снимайте на расстоянии вот примерно вот таком, не знаю, сколько это в сантиметрах, и на небольшом приближении, чтобы не было перспективное искажение, потому что будет сейчас это видение. Нет, я могу рассказать, что это. Смотрите, на современных фотоаппаратах и камерах, допустим, на телефонах, камеры используются широкоугольные, то есть они при приближении, когда вы близко фотографируете, они сильно искажают нос, то есть у вас огромное лицо, нос огромный становится, и иногда я смотрю на эти фотографии, это смешно, когда человек пытается сфотографировать результат своей работы, а получается, как рыбий глаз. Да, для кого-то это очевидно из опытных мастеров, а для новичков это... Для нас это было открытие, на самом деле. Для нас это не было очевидно, и мы... То есть вы возьмите расстояние, сделайте двух-трехкратное увеличение. Не больше двух, я думаю, что в пиксели... Камера на фотоаппаратах на современных мощная, и она это вам простит, но избежать вот этой проблемы. Лицом будет красивым, да. Обязательно фотографируйте, чтобы была видна симметричность вашей работы, фотографируйте по отдельности, близко к лицу, фокусировка, да, фокусировка на зоне работы, именно потому, что бывает часто замыленное нужное место, и там фокус на выпуклой части. Вот там тоже много тонкостей, как красиво сфотографировать, небольшая полуулыбка на губах, можно чуть-чуть мазнуть вазелином, так, чтобы не блестели вот такие, знаете, килограмм вазелина. После татаважа губ всегда возникает, ну и всегда часто возникает отек, и для того, чтобы его скрыть, потому что выглядит не очень хорошо, просит полуулыбнуться. Да, просто легкая полуулыбка, губы растягиваются, и сразу все выглядит красиво. Можно даже просто взять ватной палочкой и поправить губу, потому что они ее не чувствуют. Просто сделайте красивую картинку. Куча всяких сервисов, типа бумерангов, всяких. Еще по поводу фотографий на веках, кодеки тоже отекают? Да, на веках, ну, если они отекли, то там не получится. Мастер тоже должен, если есть небольшой отек, может этим... Всякие фишечки, да, мы во время обучения показываем, прям мы фотографируем работы, от нас мастера уезжают с портфолио довольно большим, потому что работ делается много, фотографий тоже делается много. Окей. Дальше. Пять ошибок в выборе школы. Сейчас, наверное, не учат только ленивые. Да, я знаю. Все учат. Это нормально, это хорошо, появляется конкуренция, появляется рынок, но проблема в том, что многие научились хорошо делать сайты и показывают, какие они молодцы, но они не твердые внутри, у них нет продукта, который можно было бы у них забрать и принять, и начать, собственно, бизнес. Поэтому здесь есть слайды, связанные с такими ошибками в выборе школы, ну и Лена, наверное, про них расскажет. Начинай, Лена. Ну, что там первое? Вот это не ошибка, это, наверное, заблуждение вообще мастеров, что это очень легкая профессия, такой, типа, как ногти пилить, научился, пошел, начал. Сколько лет работаю, и все эти годы я что-то постоянно меняю, пытаюсь улучшить. И я вот реально недавно услышала это выражение, если тебе немучительно стыдно за то, что ты делал в прошлом году, то, значит, ты не растешь. И оно у меня такое, я выдохнула. И я такая думала, фу, растут. Расскажи свой опыт. Я к тому, что многие очень заблуждаются, как и я, впрочем, тоже. Я думала, все будет гораздо проще. Я думала, мне хватит там трех дней, трех-четырех, пяти дней, там двух-трех моделей, которых мне обещали. И все, я приеду и начну работать. Потому что даже на форумах это выглядело легче, чем есть на самом деле. То есть там обсуждалось что-то, но я как художник была, уверена, что у меня все получится. И я такая приехала и села в лужу. У меня даже где-то валяются мои первые работы. Они оказались неплохими, но они были ужасными. Поэтому думать, что это легко, неправильно. Готовьтесь постоянно. У вас должно быть несколько навыков. Вы должны быть теоретически подкованы. Информации в интернете просто невероятно много. Вы должны приехать с готовыми вопросами на обучение, нормальными, правильными, не такими, которые можно вот тут же гугл ввел, тут же тебе миллион одинаковых ответов. А сложными, такими, знаете, которые вышли, когда ты думал. И вы должны быть технически, механически, не знаю, как это сказать. То есть вот эти все, боже, у нас сколько уроков онлайне висит. Если пройдете их хотя бы даже там 3-4-5 первых, то вы уже приедете и будете лучше, чем многие вообще. Я имею в виду подойдутся. Мы поговорим отдельно, но о том, что это легко, на самом деле это не так. Более того, я, наверное, я наблюдал, когда мастера приезжали к нам на обучение, я приходил, делал фотосессии, какие-то что-то, помогал, общался. Я видел, как они разочарованы. То есть они думали, что не получается. Что сложно. Но на протяжении всего обучения у них такая проходила трансформация, но будет очень тяжело. Если вы пришли на обучение в школу и вам легко, то, скорее всего, вас плохо учат. Да, я часто наблюдаю, как прямо даже расстраиваются настолько, что аж плачут. Я не жалею их. Я говорю, а будет дальше еще хуже. У вас будут порченные лица. Я, знаете, я никогда не говорю, что будет легко. Вернее, я говорю, что это легкая профессия в плане, это просто. Есть свод правил, о которых я постоянно говорю на обучении. Если их соблюдать, то вы избежите, наверное, процентов 80 ошибок, которые совершаются всеми мастерами. Вот просто их избежать, ну вот, не совершать, эти ошибки, и будет у вас почти все идеально. Но люди относятся очень интересно. То есть они когда, они вроде слышат, но не слышат. и ушел, начал творить эти ошибки, и потом такой, ага, понял, пришло. Иногда на долгих обучениях, на своих VIP-адвансах я даю совершить ошибки специально, потому что дома вы не будете знать, как их испортить, ой, ну, как их исправить. Выбираем низкую цену. Ну, низкая цена, сами понимаете. Низкая цена, это... У нас есть курсы в Краснодаре, где вы за 15 тысяч рублей можете за один день научиться такого. И давайте я расскажу про то, как формируется, наверное, цена образования. Смотрите, вот вы идете на курсы, говорите, ну, блин, зачем мне платить там 150 тысяч, я могу доплатить 30. Вот, кто тренирует, начнем с этого. тренера, допустим, в нашей школе, это лучшие мастера, которые очень опытные, которых там несколько тысяч процедур, у них, они самые востребованные, у них процедура, ну, сейчас тренер, например, Женя, у нее процедура стоит там 20 тысяч рублей. Как может быть? в день, в день она делает 6 процедур по 20 тысяч рублей, это 120 тысяч рублей. Девятидневный курс, это, считайте сами, какая сумма. То есть, если вы хотите учиться у востребованного, талантливого мастера, на которого есть спрос, и который вам эти знания возьмет, из своей головы достанет, которому есть что дать, да, есть что дать, то он всегда будет востребован, и всегда, конечно, будет конкуренция с розницей, и клиенты его хотят, и он будет свою цену держать высоко. Если вы приходите на обучение за 15 тысяч рублей, ну, да, ну, по-моему, все понятно, да? Я не знаю, мне иногда пишут, а, мне приколол, что мне писали у нас там, что я готова за полцены у вас обучиться там второй раз, у меня за полцены, ну, понял, как? Да, это отдельно. То есть, обучение за три дня. У нас есть трехдневные курсы, но они посвящены только одной зоне. Она не называется база, и там можно делать только прои, все, больше ничего вас не научат. Если вам обещают за три дня обучить всем зонам, ну, вы, если помните, мультик и так сойдет, то результаты примерно будут такими же. Сто процентов будут такими, да. Эта картинка показывает, какая дичь творится в магазинах у дома, и очень часто там любопытные случаи происходят, и просрочка, и все, потому что человеку лень идти куда-то в хороший магазин, выбирать, он выбирает рядом с домом. Здесь для меня лично, я еще раз занимаюсь продажами, обратной связью от клиентов, я сталкиваюсь с тем, что люди не готовы ехать. Для меня это нонсенс, потому что ты получаешь профессию, которая изменит твою жизнь, и ты не готов проехать и пожить в Москве. Чаще всего, получается, те, кто получились рядом с домом, в итоге тратят больше, потому что обучившись и все еще хотя развиваться в этой профессии, они понимают, что надо, блин, снова ехать. И более того, мастера, кстати, в татуаже очень такие легкие на подъем, как я заметила, те, кто уже начали работать, то есть посещение мастер-классов, конференций, это, по-моему, в хобби превращается у некоторых, даже там до маразма доходит так много, много тоже. Окей, дальше. Что такое конференции вообще? Вот у меня, я позавчера пришла на работу и там сидела две девочки, они приехали из Казахстана на конференцию в Краснодар и они учились год назад в нашей школе в Москве и они просто ждали меня, чтобы поболтать, пообщаться, пофоткаться. И вот мы общались и они такие, ну, конференция, конференция, столько мастеров и у них в самом начале пути мне тоже было интересно. Я ездила на много конференций, на все подряд, каждый год на пару раз в год ездила. Мне казалось, что там какая-то истина зарыта. Я допетрила, только попозже, что на деле это такое промо-мастеров, то есть они на сцене сидя, рассказывают, как они умеют, показывают, как они умеют и они по сути себя продают, продают уже свои к ним, чтобы приезжали, покупали у них мастер-классы, обучение. То есть я не говорю, что это неправильно. Я говорю просто вам о том, что посмотрев и послушав, как работает мастер, вы можете только понять и захотеть, что вы хотите к нему приехать, потусить с подружками, познакомиться с людьми, какой-то нахвататься поверхностной информацией. Вот это и все. Я резюмирую сейчас. Вот у меня есть большой опыт наблюдения за рынком, татуажа, и я хочу сказать, что конференция вообще это для мастера, наверное, такой глоток свежего воздуха, вырваться из рутины своей, из быта и какое-то событие посетить. Но если говорить о спикерах конференции, то нельзя ставить знак «равно», что между всеми. есть талантливые люди, но в основном талантливые люди, востребованные люди, они делают работы по тысяче долларов за процедуру и никуда не ездят, управляют своей студией. Ну, может быть, там еще, когда тебя узнают, может быть, это вам-то нравится. Нет, талантливые ездят, но в основном их ставят последними в конце, чтобы все не разбежались, и вы будете первые два дня или три, сколько идет конференции, слушать, смотреть каких-то людей, но на им вообще ничего от них не почерпнете ради звезды, которая в конце конференции. У меня есть претензии к специалистам, которые ездят по конференциям, скажем так, вот и меня лично. Какие? Ну, конкретно в отсутствии компетенции недостаточно высокой. Не у всех. Естественно, но большое количество людей, которые... Нельзя ставить, короче, знак в равно, что если человек был на конференциях, часто там бывает, он супер профессионал. Совершенно согласен. Расскажи про обучение в нашей школе и чем оно отличается. Про чемпионаты, может, кстати, тоже чертнешь. Ну, я же говорила о своем мнении. Мое мнение. Мне чемпионаты никогда не были интересны. В самом начале я думала, что я еще не готова, не готова, не готова, а потом я поняла, что те люди, которые выступают судьями на чемпионатах, не делают работу лучше меня. И чурай они меня судить будут, и их хрустальные всякие штучки железные, они не нужны. У меня он муж, он у него хобби, карповая ловля была. И эти кубки, нужно купить, заставить весь кабинет. Нет, но если кому-то круто стоять на сцене на первом месте, я это ни в коем случае не осуждаю. Более того, я думаю, что в самом начале, если вдруг вы подвяжетесь участвовать в какой-то конференции, в чемпионате, то вы реально порвете пупок, чтобы там не продуть. Даже если продуете, то вы вырастите за это время, пока будете готовиться. И познакомитесь с кучей людей, так что ничего плохого не вижу, но меня это никогда не интересовало. Мое мнение. на счет чемпионатов про нашу школу, но хочу сказать, что я учу, и мои мастера, они все учат по моей программе. Мы учим, зная, как это делается. Почему? Потому что в нашей сети работает, и работало очень большое количество мастеров, и мы постоянно их учим. А учим мы для себя, а значит, с полной отдачей. Очень часто бывает, что на обучение, я захожу и вижу это, учатся коммерческие студенты, и вместе с ними учатся наши студенты, которые, мастера, которые приступают к работе. Для них обучение бесплатное. Для наших внутренних, да. И оно одинаковое на деле. То есть я учу так же хорошо коммерческих, как и своих. Выкладываюсь по полной, и мои мастера, соответственно, тоже учат по программе, которую я написала. Модели у нас максимальные. Знаете, что это круто для скоростных мастеров, но скоростных я встречала раз-два вообще. А для других надо много поговорить. И у нас нет потолка в моделях от 20. Это про Вип-адванс. Да, это про Вип-адванс. Давайте про курсы вообще расскажу. У нас есть три типа курсов. База, База-Про и Вип-адванс курс. База – это трехдневный курс на бровях, где вы тренируетесь только на бровях, у вас очень только работают с бровями. База – это девятидневный курс, где вы работаете с тремя зонами губы, брови, веки. Вип-адванс – это тот же самый, та же самая база про, но при этом учат уже готовых мастеров, учат другим техникам. Это полоски, тени. Более сложные, да. Более сложные. Это те люди, которые хотят инвестировать уже в собственное образование. Как показала наша практика, из России был кто-нибудь на Вип-адванс? Пару вас. Ну, не много людей, не много людей готовы инвестировать в это. Хотя для меня это странно, потому что ты приезжаешь вот в уровень здесь, а уезжаешь в уровень здесь. Это сильно очень влияет на то, как клиенты воспринимают вас через ваше портфолио, на то, как вы, то есть, банально вы начинаете делать процедуру быстрее. Вы знаете, я скажу, может быть, прописную истину для меня, но не для всех мастеров. Я прям абсолютно уверена, что побывав на мастер-классе, вы ничему не научитесь. Я поэтому когда-то я согласилась, такая, и сразу у меня такая, чик, на год вперед выстроилась череда мастер-классов. И я поехала на один, и там вот у меня вот это, знаете, щелчок произошел. Невозможно научиться на мастер-классе. Знаете, как если вы посетили миллион, везде по чуть-чуть чего-то поняли, и на каком-то там сотом мастер-классе у вас такой чик, и все встало по полочкам, вы наконец-то вот озарение. Основное количество людей, посещая мастер-классы, просто тратят время, время и деньги, ничего не понимают. Но да, мастер показал, как он красиво умеет делать. А ты не научишься, потому что ко мне, когда приезжают люди на обучение, и реально каждый день я сижу над ними, вот так бью по пальчикам, переставляю руки снова и снова и снова, особенно сложно с опытными мастерами, потому что просто тупо привычка это страшная вещь. То есть рука привыкла скакать, а она скачет. То есть нам надо останавливать и снова и снова возвращать, пока, ну вообще есть статистика, что привычка создается 21 день. Конечно, у меня нету сил 21 день сидеть и стучать по пальцам, но за 9 дней реально можно много понять. Но я не представляю, как можно обучиться чему-то, особенно такой сложной техники, как волосковая, за там, не знаю, посещение мастер-класса или даже за пару дней. У меня иногда приезжают и выбирают прям все 9 дней волоски. Ну, то есть такая опция существует. Можно выбрать. Стандарты качества, это обучение? я беру у нас. Ну, это по рознице, мы учим по стандартам, о чем мы говорили. А, ну да, естественно, я учу по тем же стандартам то, как я считаю прям вот максимально правильным. Я постоянно меняю, конечно, программу. У нас, да, у нас есть свой закрытый чат для выпускников, в который добавляются все студенты, и вы можете задавать... Расскажите, как он называется. Матерые волки. Матерые волки. Вы можете задавать любой вопрос. Первые два месяца вы находитесь в чате своем, вот прям вот курс отучился, и вы там в закрытом чате. А потом вы переходите в общий чат, где просто общаетесь с теми же людьми, которые учились в наших школах по тем же стандартам, тем же пигментами, тем же технологиям, и можете делиться какими-то там фишечками, общаясь внутри этого чата. У нас есть и открытый чат огромный, там тоже много информации. Закрытый, там мы даем... То есть, если кто-то спрашивает вопрос у меня или какой-то сложный вопрос, я обязательно отвечаю на него. Сейчас уже устарел слайд. Я даже не представляю, сколько мы мастеров обучили, а если считать с нашими внутренним, это еще больше. Доступ к опыту, это круто. Доступ к опыту... Ну, на сути, по сути, вы покупаете время. Время, которое я потратила на эксперименты, ошибки, на собирание информации, вы это берете вот так опытом. Что может быть дороже времени на самом деле? И, как еще раз я говорила, максимальная практика. Вся информация возможная дается дистанционно за месяц перед ВИП-адвансом и перед ВИП-базой и за полмесяца перед остальными курсами вы начинаете обучение дистанционно дома. Если это первичное, то там с помощью ручки. Если вдруг есть машинка, круто, можно машинкой. Если это ВИП-базы сложные, то там уже с аппаратом все, обучение. И если кто-то здесь есть, кто хочет у нас учиться, я вам говорю, сразу готовьтесь, потому что все рассчитывают по полчасика на лайте помахать дома машинкой, но на деле нет. Я потому что училась почти 10 лет, поэтому у меня легко художество, я имею в виду, я художник. А если вы раньше были кем-то совершенно другим, у вас была другая профессия, вам будет сложно. У вас будет судорога в ручках, пальцы крючочками, тоннельный синдром, все прочее. Но это я утрирую, конечно, тоннельного синдрома не будет, но действительно будут уставать руки. Часто туда устраиваем студентов, люди спрашивают. Не часто, но бывает, конечно. Еще вопрос. К нам сложно попасть на работу. У нас очень большой конкурс, и попасть в студию очень тяжело, потому что обучение бесплатное, мы инвестируем очень много денег в людей, которые у нас работают, и обучение внутренних мастеров это не просто 10 дней, это выделяется наставник, который прям плотно работает. Есть мастера, которые перед началом обучения заставляют подписывать бумажки о неразглашении, там, не знаю, невозможно учить тому, чему у них научились, нельзя снимать, уберите телефоны, нет, у меня телефон вообще во время обучения это рабочий процесс, я снимаю постоянно там макро, чтобы видно было, что вы можете взять свой телефон и все снять, да. Но это уже даже тоже не особо актуально, потому что все учителя теперь у меня снимают с телефоном, более того, у нас, допустим, на Вип-адвансе у меня висит камера, на которой пишется вообще все. И мы после куши даем доступ, да, со звуком, с видео, да, и мы даем студентам, не знаю, смотрят, они там такой объем просто, ну, дружеская атмосфера. Нет, атмосфера действительно дружеская, почему мы вынесли это в отдельный сайт, в отдельный слайд, потому что очень часто вы приходите и попадаете в роль в качестве студента, вы заплатили деньги, а вам, знаете, сквозь зубы с вами разговаривают, то есть с вами опускается с небес великий учитель и изволит вас учить. У нас все просто. Ну, такое нам рассказывают. У Лены, например, после курсов она действительно дружит с людьми и продолжает встречаться и не со всеми, но как бы. Через лампу лупу делать возможно? Нет, я сомневаюсь, что можно делать через лампу лупу. Это мы там ошиблись, когда говорили. Не лампу лупу, а лампу. Работать можно через кольцевой свет? Да, кольцевой свет это одно, он просто равномерно, он очень без теней освещает хорошо, а лампа лупа это косметологическая такая штука, через которую работать ну, я не знаю, невозможно, мне кажется. По ценам обучения давайте сразу расскажем. Это, она колеблется от 70 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, если вы уже действующий мастер и хотите приехать именно к Елене на переподготовку, но в принципе 70 тысяч рублей это трехдневный курс, это как мы, расскажи, как ты, откуда ты деньги взяла первым. Это может быть очень интересно людям, которые только начинают. Ну, это были кредитные, заемные средства, это мы взяли просто кредит. 300 тысяч кредитов, это бы, я помню сейчас, космически казались. По 24% годовых мы взяли. И было, мне было тоже важно, конечно, и цена, тогда и школы-то особо не было реально, учиться было найти, сложную информацию, прятали, все такие, не расскажу, не покажу. А вот эти наши короткие курсы, я спрашивала у студентов, которые приезжают на них, такие, знаете, адекватные ответы слышу, то есть я хочу попробовать, оно пойдет или нет, я хочу посмотреть, попробовать свои силы, смогу, нет, зачем оплачивать сразу какой-то большой, дорогой курс, тратить много времени. Ну, я согласна, это вот отличный способ, трехдневный курс, купить, попробовать, если пошло, можно докупить, и, конечно, знаете как, сложнее учиться, когда тебе много прям информации в голову дают. Если это сразу большой курс, если вы готовы, или если вы переобучаетесь, то, конечно, круто, когда все зоны, много моделей, но иногда бывает такое, что просто уже оперативка. По стоимости курсов вы сейчас смотрите вебинар, там ниже или справа должен быть баннер, вы можете на него нажать, перейти на сайт, и там для участников вебинара в течение суток действуют специальные предложения, то есть ценовые, то есть цены курсов формируются у нас отдельный разговор, как, но смысл в том, что если вы запишите в чат, будет намного дешевле, потому что как в самолетах, то есть бронируйтесь раньше, бронируйтесь раньше, получаете спеццен. Про продвижение в Инстаграм, наверное, сейчас у нас процентов 90 рекламного бюджета уходит на Инстаграм, и курс называется у нас «Как зарабатывать с первого месяца», вы должны понять, это, наверное, моя уже часть, я вступлю, вы должны понять, что есть условно-бесплатный способ увеличить свой денежный поток, а есть способы, за которые приходится платить, и вот как в поговорке говорится «скупой платит дважды», вы будете платить дважды, потому что как только вы снимете свой кабинет, вы вынуждены будете платить деньги за аренду. Когда вы возьмете кредит, например, если это кредитные деньги, это абсолютно нормально для открытия бизнеса, вы будете платить проценты по нему, то есть вам нужно как можно эффективнее использовать то короткое время старта, которое у вас есть, поэтому вам необходимо инвестировать в продвижение себя и своих работ в Инстаграм. Что нельзя делать? Я крайне не рекомендую, первое, это накручивать лайки, накручивать подписчиков, потому что мне таких людей жалко, которые это делают. Не надо это делать, нужно быть с клиентами честными, стараться настолько, насколько это возможно. Третье, это фальшивые комментарии, фальшивые отзывы, то есть у вас должно быть все по чесноку. Почему это важно? Потому что если вы сделаете себе накрутку комментариев, накрутку лайков, накрутку отзывов, вы реально не поймете, где вы находитесь сейчас. То есть вы хороший мастер и вас рекомендуют, или вы просто самодур, который себя накрутил и говорит себе, вот как у меня хороший аккаунт. Сервисы для продвижения, которые вы можете использовать в Инстаграм, самый простой это BeLight. Это сервис, который лайкает сторис, просматривает сторис, лайкает фотографии людей, которые вы, группу, которую вы выберете, она стоит, сколько он стоит? Сколько это стоит? Да, в районе полутора тысяч рублей. Лет от полутора до трех тысяч. Там прикол в этом сервисе, что вы клиенту даете как бы выбор. То есть этот сервис за вас кого-то лайкает и человек заходит, смотрит, нравится, подписывается, уходит, если не нравится и не хочет смотреть на вас. То есть это более-менее экологично по отношению к клиентам. Там также можно статистику смотреть. Вы можете прям понимать, какой пост заинтересовал, какой нет, какой вообще провал. Прям там четко все это видно. Там есть, кстати, планер, можно запланировать на период эти публикации. В этом BeLight есть еще одна полезная функция. Они предоставляют маркетологов. То есть они могут за 30 тысяч рублей... Мы как бы закупили. Они нас не купили. То есть они не потеряли. Мы не пользуемся даже этими всеми услугами. Да, у них есть услуга, когда там комплексное ведение, они за вас рекламу запустят. И даже если у вас нет работы, они вам найдут что-то где-то в интернете и запустят. Короче, если сами не можете, то можете пользоваться вот сервисом вот этим и подобный контент, а они уже за вас все сделают. По поводу рекламы в поисковых системах в России татуаж относится к косметологической медицинской услуге и вас запросят медицинскую лицензию. У наших салонов она есть, мы работаем под медлицензией и мы рекламируемся в Яндексе и в Гугле. Но Инстаграм такую лицензию ура-ура не запрашивает. И поэтому это единственное... Я думаю, что пока рано или поздно этой возможностью надо пользоваться. Чем не надо пользоваться? Подожди секунду. Вам нельзя пользоваться сервисом, который называется знакомый маркетолог. Потому что да, это такой сервис называется. У меня есть знакомый маркетолог, он тебе поможет. Платишь ему 15 тысяч рублей в месяц за то, чтобы он тебя рекламировал. Вы получите большую проблему, потому что вам человек сделает рекламную кампанию, она запустится, а потом вы 15 тысяч рублей будете платить ни за что. Да, я таких встречала. Вот не надо этого делать. Лучше найдите на фрилансе это сайт.fl.ру или на workzilla.com найдите исполнителя, который настроит вам рекламную кампанию, но платить за введение... А что он поддерживает? Им вымываются креативы, но по факту... То есть менять креативы, как и все. Вы разберетесь спокойно сами. Куча видео на ютубе, как давать рекламу в инстаграм. Мой призыв такой. Если вы, вот резюмирую, если вы не жадничаете, инвестируете в себя, вы инвестируете в обучение, вы инвестируете в оборудование, вы инвестируете в продвижение и инвестируете в то, чтобы делать хорошие работы в свое время, вы будете успешными. Если вы будете жадничать, ну, наверное, продал обучение за 15 тысяч. Или, ну, наверное, знакомый маркетолог попрошу мне сделать так. Вы в итоге сами себя обманете. Что касается курсов. У нас есть для зрителей этого вебинара предложение. Я подготовлю сам курс по продвижению в инстаграм и вы получите прям карту как мастеру татуажа вот от А до Б самой сделать так, чтобы у него были клиенты в инстаграме. И так, что у нас еще? Значит, по доступным курсам еще раз вы можете кликнуть на баннер, который находится внизу этой трансляции. я не знаю, как делаем на компьютере, но в телефоне он внизу. И нажать на кнопку вы перейдете там. В принципе, для вас будут специальные цены, связанные с облучением. Если вы действующий мастер, вы можете пройти VIP-адванс курс. Если вы только новичок, вы можете пройти курс-базу во всех этих городах. Краснодар, Ростов, Воронеж, Казань, Москва. Там курсы есть. Лена проводит VIP-курсы в Москве и в Краснодаре. Что еще добавить? Уже час пятьдесят. Да, мы уже час пятьдесят. Уже пора спать. Давайте, может быть, поотвечаем на вопросы какие-то. Дай мне остатки. А тут все? Просто про столь. Для татуажа это одно из действий, которые делает косметолог, косметолог, это врач. И действие это связано с повреждением кожи. И вот в России такое странное, то есть татуировщики вроде как не ничего страшного, а татуаж это перманентный макияж, это действие, которое требует медицинскую лиц. Татуировка тоже медицинскую лиц требует сейчас. Уже? Да. Но во всем мире нет, но не во всем, но... Короче, я скажу, я взаимодействую с органами, со всеми контролирующими. И в каждом регионе у нас ситуация разная. В Казани мы открывались, нам вообще написало Роспопреднадзор, Минздрав, региональное отделение, что лицензия не требуется, ведь это же татуаж. А здесь в Краснодаре уперлись и говорят, нет, требуется лицензия. Но если говорить на уровне тех поддержек служб рекламных Яндекса, ВКонтакте, или Бубарк, хотите рекламироваться, однозначно лицензия требуется. Если говорить о необходимости лицензии для работы в своем кабинете, а не для рекламы, я думаю, что спокойно можете работать. Главное, чтобы ваш кабинет соответствовал требованиям СНИП по квадратуре, по устройству классов, от кодов и так далее. Но это отдельная тема. Если вы хотите обучаться, прямо сейчас переходите по ссылке, которая будет кстати, и в описании к этому видео. Вы можете щелкнуть на нее и попасть на страницу выбора курсов. Что еще бы я хотел анонсировать, это то, что мы подготовим, наверное, будет еще один вебинар, связанный с дистанционным мастером. Это большой, огромный курс, который, то есть мы поставили себе амбициозную задачу сделать обучение татуажу дистанционным. Вот прям по пунктам разбить так, чтобы человеку не надо было ехать совсем. Вот мы такую масштабную задачу поставили, она требует колоссального количества времени на подготовку контента, но я думаю, что мы с этим справимся. Мы уже начали, но я думаю, что раньше, чем через три месяца мы его не допустим. А так, вопросы какие-нибудь почитаем? С чего начать обучение до приезда к нам? Я уже говорила, изучайте теорию, практикуйте, проходите онлайн-курсы. Назвали две разных цены, тоже Дима об этом говорил, у нас плавающая система ценообразования, и, конечно, у меня совершенно другие цены, чем у моих учеников, учителей других. Более того, вы можете записаться на один и тот же курс с одними и теми же тренерами в Москве, например, и за 200 тысяч рублей, и за 140 тысяч рублей. Разница в 60 тысяч, она колоссальная, и она формируется именно из-за того, что на этот курс именно в это время никто не записался. Это такая распродажа такая. Если спрос большой на этот курс, то цена автоматически выстраивается вверх. Поэтому записывайтесь первыми, переходите по баннеру, кликайте и переходите по ссылке в описании, вы бронируете первыми, это самый простой способ сэкономить деньги без потери качества. Расписание есть до конца года точно, дальше тоже, я думаю, есть на весну. Без медобразования мы берем, потому что с медобразованием мы ищем, рыщем, у нас большинство мастеров с медобразованием, но это крайне сложно. Так как мы хотим качественные процедуры делать, мы ищем людей, у которых очень много художественных навыков. Спасибо за комплименты. Я думаю, можно завершать. Вы знаете, у меня еще несколько дней будет идти обучение, и я каждый день выхожу в трансляцию, днем я буду пободрее. Время уже 11 часов. Такие рядовые вопросы про анестезию и прочее. Я постоянно, каждый день отвечаю на них во время прямых эфиров. Вот Facebook, Instagram, перископ я забросил, мне кажется, не вдох. Ну вот, Facebook, Instagram. Класс. Смотри, дистанционное образование. Трансляция в моем инстаграме. Можно написать. Елена Мечаева. Напишешь? Спасибо. И присоединяйтесь, кстати, на этот аккаунт. У меня был... Ты в ребро у меня ввела инстаграм. В ребро у меня для клиентов введу, точно, да. А это мой личный. Был у меня другой аккаунт, но его взломали, и скоро грохну. Ой, сколько вопросов, сколько вопросов. Всем спасибо за вопросы. Спасибо, что нас смотрели. Почти никто не ушел. Класс, круто. Я уже, честно говоря, охрипла. И мы уже больше заявленных полутора часов. Мы еще обязательно сделаем трансляции и не раз, и даже, более того, мы запланировали делать постоянно. И не только там вот про там, чему мы учим, а вот на узкие темы, да? Да, я хочу тоже поблагодарить вас и сказать большое спасибо тем, кто нашел в позднее сейчас время. У вас все получится, потому что вы не боитесь работать над собой, тратить. То есть, в 11 часов все спят, Там вообще другие страны, с другими часовыми поясами. Вы большие молодцы. Запись вебинара вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Если не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok